Здравия всем, дорогие друзья! В данном ролике поговорим о пустоте, как о входе в божественный исток. Поехали! Высокий уровень сознания позволяет видеть события своей жизни, происходящие вокруг и с другой точки, в ином объеме, во взаимосвязях целого. Такому сознанию доступен и смысл любой информации, ее скрытые цели, включая и предлагаемое для духовного развития. Однако существуют силы, задача которых всячески препятствовать росту человеческого сознания, дабы не потерять власть над умами людей. И они среди тех, кто предлагает нам курсы, семинары, вебинары, индивидуальные занятия, тренинги, тематические поездки. И все очень заманчиво. Как же не ошибиться, чтобы потом много лет мучительно и трудно не вырываться из их цепкого капкана? Жизнь и наследие великих учителей человечества, как маяк, указывают нам четкий путь, который сводится к необходимости, добиться ментальной тишины, эмоциональной ровности, растождествленности и осознанности, войти в контакт с той божественной силой, которая и сотворяет и производит глубинную трансформацию. В ответ на нашу устремленность и отдачу она помогает открыть себя вначале как божественную душу, затем как дух, в частотах которого растворяется низковибрационное ложное Я. И мы обнаруживаем в себе божественный исток, а с ним и свою сущность истинное Я. На пути к этому, так как мы уже не сомневаемся, что все является энергией, структурированной форму, мы учимся подходить ко всему с позиций энергетики. И все это осуществимо только в настоящем моменте. Ориентиром в предлагаемом море информации служит и то, что истинное всегда эволюционно открывает что-то новое и поэтому при любой абстрактности имеет конкретную практическую направленность. То ли это открытие науки и техники, призванной облегчить и защитить жизнь людей, то ли это наполненные вдохновением и высоким смыслом великие произведения искусства, которые соединяют в нас разум и сердце и возвращают их, или труды великих просветленных, помогающие развить дар Бога, сознание и вернуться к своей сути. И на этом пути это обмен опытом, который может быть использован кем-то еще. Но когда в предлагаемом этого нет, самая интересная информация, затрагивая интеллект, если не забывается, то остается в недрах памяти, а любые энергетические взлеты, коротковременные, ничего не меняют в жизни, разве что тешат гордыню и укрепляют эго. И как бы нас не убеждали, что эти идеи и умные мысли пришли из высших измерений, если эти общие слова-слова-слова нельзя применить практически, а не либо глубокое заблуждение автора, либо он преследует свои личные цели, облекая их в привлекательную форму. И чтобы не ошибиться, если не думая, как мы воссоздаем обещанное как энергию и в бессмыслии погружаемся в нее, обязательно возникает определенное ощущение. Переводя его в содержание, мы получаем подсказку от верхнего уровня своего ментала, высшей функции личности, и это тоже немало. А если еще больше углубиться в себя, в энергетику предлагаемого и в самого гуру, стать с этим одним целым можно почувствовать, на что нацелен его смысл, и нет ли здесь подвоха или иллюзии. Это и есть голос души или осознание, которое не позволяет собой управлять. Хотя негативное мышление, обманчивые убеждения и отрицательные эмоции реально портят нам жизнь, они содержание ограниченного сознания личности и работать с изменчивостью их проявления бесконечной сизи в труд. Сколько бы не корректировать все эти искажения, личность, которой мы не являемся, безупречной быть и не может. В ее основе лежит самость, природа, которой ложна и низковибрационна, а концентрируя на этом усилие, мы закрепляемся в пространстве мнимого я и отдаляем подъем сознания до действительно совершенной божественной души. Неразумнее ли блокировать ум эго, овладев ментальной тишиной, перенаправить внимание вовнутрь и в своей глубине отыскать душу? Именно она своими частотами растворяет признанные заблуждения. Ее высокая осознанность уводит от слепых реакций, как высшее сознание она освобождает от ложной личности, если мы поняли, каким образом они предопределяют проблемы в нашей жизни. И мы перестаем верить в то, что узнали о себе от других, и видим, как, надевая соответствующие маски, предъявляем людям фальшивый идеальный образ себя, который мы, тоскуя по утраченному божественному совершенству, создали уже сами. Но если всплыло какое-то убеждение или что-то вызвало раздражение, гнев или другую отрицательную эмоцию, мы не подавляем их как нечто, чего не должно быть у высокодуховного человека. То, что проявилось, но отвергнуто, самопотакание и самообман, а дух помогает только правде. Мы подходим к эмоциям и умозаключениям, как уплотненной энергии, осознаем сделанное когда-то ошибочно-абстрактное обобщение и растворяем его, чтобы оно больше не затемняло сознание. Сегодня многие, очень многие, призывают к любви, к себе и объясняют, почему без этого невозможно выполнить главный духовный завет – возлюбить ближнего. Конечно, если кошелек пуст, то нечем делиться. Кроме того, мы волей-неволей проецируем на окружающих отношения к себе. Но в этом призыве скрыт и более глубокий смысл – «Откройте свою душу». Это она пребывает в тотальной, безусловной любви, не отделяющей себя от других. Это она расширяет нас беспредельно, прорывает все границы и от избытка одинаково щедро излучается на все и всех. И в то же время это не значит, что любовь требует быть только возвышенным и великодушенным. Иногда нужна неумолимая твердость, чтобы ее защитить. Например, что вы, высокодуховный человек, станете делать, если террорист, убийца, маньяк вот-вот вонзить нож вашего малыша, а у вас в руке пистолет. Вы будете спасать ребенка или побоитесь быть нелюбящим, небелым и пушистым? Но у чистого, неличностного сознания нет представлений, каким должно быть пробужденное существо. Да, в нем нет вибрации агрессии, подавления и осуждения, но есть трезвость, осознанность и необходимость быть таким, каким требуется настоящий момент, не попирая при этом законы Бога. Поэтому в каббалистическом древе жизни мудрость неотделима от осознанности, а милосердие соединяется со строгостью. И не случайно активная созидающая божественная сила шакти, святого духа, содержит внутри себя и разрушение. То, что направлено против жизни Бога, должно быть уничтожено, и таким образом это тоже служит созиданию. Любовь наша изначальная природа, но она не суть личности, и хотя любовь теплится в каждом, многим крайне трудно проявить свою нежность, ласку, сострадание, столь естественные для души. Люди ведь живут во власти ложного я, которое стоит на пьедестале, и боясь за свое существование, связанное с ощущением собственной исключительности и значимости, не допускает, чтобы кто-то стал важнее, чем оно. Поэтому так непросто преодолеть монолит из этой тяжелой плотной энергии, но решившись погрузиться в свои глубины и идя до конца, сознание достигает райского места, где царят абсолютный мир и покой. Там мы встречаемся со своей душой, тихой, безграничной, любящей, пребывающей в безмыслии, полнейшем приятии и безмятежности, и изобилии любви, которой нельзя не делиться. Но это волшебство еще не постоянное, и в любой момент может исчезнуть, особенно если мы оказываемся в трудной ситуации или сталкиваемся с чьей-то ненавистью, грубостью, жестокостью. Но если на пути к единению с душой мы не забываем, что все, что есть, это пустота и сгущенная пустота, божественная энергия и ее уплотнение, дифференцированное и недифференцированное сознание, мы не навешиваем на эти энергии формулировки и названия, и тогда не отождествляемся с ними. Ум, эго сразу успокаивается, в ментальной тишине не возникают мысли и эмоции, и мы не подаемся негативу. Такой подход уже реальная трансформация сознания, а осуществить его помогает концентрация на своем духовном центре. Что ждут от нас близкие, да и все окружающие, чтобы мы поминутно делились своим опытом, знаниями, что-то советовали и, гурствуя, вещали умности? Они хотят того, чего не хватает всем, любви, пока не понимая, что источник ее несут в себе. Это одна из причин, почему многие неосознанно не хотят взрослеть. Здесь не только страх ответственности за свою жизнь, за принятие решений, за прокладывание своей стези, это еще и желание продлить время, когда ребенок был окутан вниманием и нежностью. Так не будем же обделять наших повзрослевших детей и скупиться на ласку, самостоятельные и независимые. Они не меньше нуждаются в любви, чем раньше, и так же дороги нам, как в детстве. А соединившись с душой, любви в нас становится так много, что мы можем и возлюбить ближнего, как самого себя, и дарить ее всему миру. Прорыв ментально-эмоциональных границ личности и открытий души еще не позволяет укорениться в абсолютной божественной любви, на которой вибрирует сознание всеобщего единства. Раненая, но еще сильная, самость этого не допустит. Она растворяется в чистоте сущностей, когда искра Бога, ядро души и точка духа атман так расширяется, что сливается с Брахманом, высшим, недифференцированным сознанием. При этом мы настолько растворяемся в бесконечной пустоте, что теряется ощущение, что мы существуем. И это по-настоящему пугает. Исчезают все пределы я, не с чем себя идентифицировать, не за что ухватиться, и личность воспринимает это как свой конец. Руководимая эго и крайне озабоченная своим выживанием, она отождествляет себя с телом и умом, черпает в этом силы и уверенности, именно поэтому чувствует себя отдельным, особенным существом. И вдруг тело не ощущается, ум замер, вокруг бескрайняя темнота, смерть. Но если убрав ярлык названия, осознанно и мужественно окунуться в этот страх, опять-таки, как в энергию, и растворить этот сгусток, мы спокойно погружаемся в божественную пустоту, свою истинную природу. И вдруг открывается бесценное сокровище, которое мы несем в глубинах своего сознания, безграничный абсолют исток, творец царства непоколебимого покоя, умиротворения и благодати. И в нем сущность истинное я, в сознании наша пустота обретает свою противоположность полноту, и они становятся единым целым. Внутренний и внешний мир делаются одним, а я ничем не обусловленное, не зацепленное, не за тело, не за мысли, не за чувства всем и всеми. Нет субъекта и объекта, не над кем властвовать, некого превосходить или подавлять, нечего достигать, мы в абсолютной удовлетворенности тем, что есть в самодостаточности, чувстве силы и уверенности, и в радости отдачи, и в творчестве, и в наполненности любовью. И это приносит удивительную гармонию и блаженство, мы излучаем их в мир, и одно это становится нашим ценнейшим вкладом в пространство жизни. Это уже не эмоциональный всплеск, который возникнув, рано или поздно исчезает, это состояние бытия, в осознании, что дух, душа, личность, тело, все существа и предметы, созданные из одной, общей для всех субстанции, сознания. И это делает нас едиными между собой и неразделимыми создателем. Стремление к чистоте и пустоте сознания прокладывает путь. В пустоте возрождается сущность, и в чистоте любви растворяется эго. В глубине сознания открывается божественный исток, и мы обретаем истинное Я. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте переходить по ссылке в описании и подписываться на меня вконтакте. Также по ссылке в описании вы можете поддержать наш канал своими донатами. Всем добра, любви и процветания. До новых встреч!